Всем привет! Сегодня в нашем обзоре малыш HP InkTank 115. Несмотря на свои скромные габариты, его называют компактной фотостудией. Заявление серьезное, давайте посмотрим, что может этот аппарат и оправдает ли он свое прозвище. За беспрерывную печать отвечают встроенные доноры СНПЧ. Они находятся сбоку устройства. Емкости прозрачные, чтобы можно было легко отслеживать уровень чернил и вовремя их дозаправлять. Контейнер для черных чернил увеличен, объем 80 мл, а у остальных по 70. Назвать HP безкартриджным устройством будет не совсем правильно. Несмотря на СНПЧ, производители никак не могут отойти от картриджей. В данном случае они выступают в роли печатающих головок. По официальным данным, HP одной заправки хватит на 8000 черно-белых или 6000 цветных отпечатков. Фотография InkTank 115 может печатать как с полями, так и без. Максимальное разрешение печати 4800 на 1200 dpi. Принтер печатает на обычной бумаге, фотобумаге, матовый, глянцевый и даже на конвертах. Здесь один лоток подачи и верхняя загрузка. Объем 60 офисных листочков от четвертого формата. Поддерживает плотность от 75 до 300 граммов на квадратный метр. Выходной лоток максимально сможет уместить всего 25 листов. Нас заинтересовала вот эта странная форма лотка. Как видите, он с углублением. Возможно, эту емкость можно было бы использовать для хранения, например, мелких канцелярских принадлежностей. Но при закладывании бумаги в лоток все это дружно скатывается. Так что секрет такого решения пока нами не разгадан. Возможно, у вас есть предположения? Пишите в комментариях. Вот здесь, кстати, прячется панель управления. Кнопки сенсорные, но не совсем понятно, какие функции они выполняют. Это включение, а вот это нужно разбираться. В помощь нам инструкция по эксплуатации. Устройство печатает черно-белые документы со скоростью 8 страниц в минуту. За такое же время справляется с 5 цветными отпечатками. Здесь не предусмотрена беспроводная печать. Работать с принтером можно только по USB. Что ж, H-Ping Tank 115 может печатать довольно много и, в принципе, экономно, если еще использовать альтернативные расходные материалы. Но это четырехцветный принтер, а значит считать его мини-фотостудии и использовать в коммерческих целях не получится. Что поделать, не дотягивая четырехцветки до работ шестицветных принтеров. Еще один важный момент это термоструйная технология печати, которая имеет свои недостатки. Ну, во-первых, из-за постоянных перепадов температур страдает печатающая головка. Во-вторых, принтер деформирует отпечатки. Особенно это заметно на фотобумаге. Кому подойдет такой принтер? Тому, чьи ежемесячные объемы печати не менее 800 страниц. Именно столько HP рекомендует печатать. Так что школьники отпадают, студенты, возможно, точно преподаватели и высшие учебные заведения. Для офисных работников HP тоже станет хорошим печатающим помощником. Напомню о промокоде, которую мы дарим всем подписчикам нашего канала. Вводите в специальное поле слово PLAY и пользуйтесь скидкой 5% на покупку расходных материалов. А на этом у меня все. Заходите на оригиналом нет, мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok